Отдохнете? Поспите немножечко. Поспите. Здесь и спать уложат, и душевную беседу проведут. В пункте временного размещения лиц в состоянии опьянения чисто, тихо и безопасно. Посетители поступают сюда со всего города. Среди них задержанные полицейскими для медосветительствования, но большинство пьяные, найденные на улице. Сначала скорая привозит их в приемный покой больницы, где человека обследуют по полной программе. УЗИ, МРТ, Рентген. Затем он поступает сюда. По желанию прибывший может остаться, чтобы выспаться и протрезветь. В это время врачи наблюдают за его состоянием. В алкогольном пьянении мы зачастую не можем выявить жалоб пациента. И оно как бы скрывает многие опасные состояния, которые могут стать угрозой жизни пациента. То есть это в том числе и черепно-мозговые травмы. Ее невозможно было на ранних стадиях выявить, она прогрессирует. Соответственно, его на операционный стол оперируют внутричерепную гематому, которой не было, когда он поступал в детском. И, соответственно, спасают ему жизнь. Таких случаев немного, говорят врачи, 4-5 в месяц. Всего через пункт наркологического диспансера проходит в среднем 90 человек в месяц. Среди них есть и женщины, одна на 8 мужчин. Практически со всеми посетителями работают полицейские. Пьяный сон на газоне сам по себе является нарушением общественного порядка. К сожалению, полиция здесь постоянно не дежурит, но в последнее время мы достаточно неплохо наладили контакт. По первому звонку приезжают сотрудники полиции. Просто забирают, оформляют людей. В Самаре работает три таких пункта медицинского освидетельствования и временного размещения жителей, утративших способность самостоятельно передвигаться. При больнице имени Семашко, Пирогово и номер 7 в поселке Управленческий. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.